Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, видно, слышно. Добро пожаловать на нашу кухню. Наталья и Наталья. А, все? Добрый день! У нас сегодня две Натальи. Здравствуйте! 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 Нам привет из Польши. Да, и мы сегодня будем, как всегда, готовить на нашей гостеприимной кухне. Привет, Ростов! И, кстати, я бы хотела, чтобы мы сегодня поговорили о том, как себе помогать вот в этом достаточно сложном периоде переходном. Да, здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Рада вас всех видеть. Ну и начнем, наверное, мы с того, что начался деловой сезон. Началась осень. Спасибо за ваши сердечки. И, наверное, самое важное сейчас – это сохранение нашего времени. Правда? Потому что хочется и, наверное, все-таки не так много времени на кухне проводить, и хочется накормить свою семью. И я знаю, что многие семьи, допустим, берут с собой обеды. И то, что я обещала. Я сегодня покажу вам, как можно приготовить суп без воды. Классический куриный суп. Покажу вам. Секунду. То есть, смотрите, здесь у меня картофель, макароны изделия, лук, морковь и все. А, нет, и еще куриная грудка. И куриная грудка. В чем преимущество приготовления супа без воды? Мы сейчас поговорим с нашими гостями. Но, в любом случае, суп – это первое блюдо. И, естественно, мы будем его есть как первое блюдо. Поэтому в дальнейшем можно будет добавить либо воду, либо бульон. У нас сегодня будет куриный бульон. Мы готовить будем с вами курицу. Вот у меня целиком курица. Здесь кастрюля на 4 литра 20 сантиметров. Я рекомендую использовать вот такую корзинку. Она вот с такими отверстиями. И вот, кстати, вот, наверное, видно ножки здесь. То есть, это позволит курице лежать и равномерно провариваться в нашей посуде. Не будет залипания ко дну, что иногда бывает. И мы будем готовить куриный бульон и курицу в том числе. Соответственно, под крышкой с кароваркой. Крышка с кароваркой или синхроклик. Это приготовление с использованием воды. Потому что мы используем высокую температуру. Воду мы наливаем. У нас очищенная вода от системы очистки воды. От вина. Очень удобно. Потому что она вмонтирована в систему водоснабжения. Система премиум класса, которая показывает. Вот благодаря вот этим зеленым индикаторам мы видим, что вода абсолютно чистая, безопасная. Ее можно пить без предварительного кипячения. И очень удобно, кстати, вот такие краны у нас есть на три потока. Вот такой лебедь или жемчужина. Вот в двух дизайнах. Краны на три потока, где вы можете использовать либо техническую воду, холодная, горячая вода. Либо вот такой кран для того, чтобы включать чистую воду. Включаем чистую воду. Наливаем. В общем-то, вы можете использовать столько воды, сколько нужно. Достаточно буквально 100 грамм воды, если мы хотим просто приготовить курицу. Но так как мы будем готовить бульон, и у нас из этой курицы будет сегодня два блюда. У нас будет курица с ациви. Да. И будет, соответственно, бульон. Поэтому я налью побольше воды, потому что мне нужно будет использовать бульон. У нас есть специальные градации, которые показывают уровень необходимой максимальной воды. Поэтому максимум используем столько, сколько у нас есть. И нам необходимо свободное пространство для того, чтобы в нашей посуде все приготовилось. И, соответственно, ставим на нашу плиту. Мы используем индукционные печи цептор. Посуда цептор может готовить на любой поверхности. То есть это могут быть и электрические печи, и газовые печи, и индукционные, как в данном случае. Но цептор всегда рекомендует использовать индукцию, потому что это очень удобно, во-первых. Потому что можно регулировать температуру или мощность. Все это легко переключается. Кроме этого есть таймер, замочки от детей, предупреждение о том, что поверхность горячая. В данном случае я включаю на максимальную температуру 240. Далее у меня должен сработать предохранительный клапан, как только он откроется, поднимется. Соответственно, давление будет необходимым. И мы уменьшим температуру. Я забыла вам показать суп. Вот у меня суп, да, я его ставлю на плиту. И когда мы готовим с вами без воды, мы используем минимальную температуру, да, среднюю. То есть в данном случае я могу поставить 140 или 160, в зависимости от того напряжения, которое у вас есть в сети. Накрываем все этой крышкой, да. И в данном случае я поставлю таймер. Думаю, что нам будет достаточно 20 минут для приготовления супа. И уж если мы говорим с вами об экономии времени, очень удобно, потому что плита после того, как закончится время, сама автоматически отключится. Далее начнет работать термоаккумулирующее дно. Такой принцип русской печи, когда все напаривается, настаивается. И чем дольше, соответственно, стоят ваши продукты, тем они более насыщенные и более вкусные. Да, здравствуйте, Ольга. Мы вас ждали на мастер-класс, где-то мы вас потеряли. Ну что ж, я думаю, что сегодня, в тот период, когда мы говорим о том, что необходимо позаботиться о своем здоровье, об укреплении иммунитета, мы с вами приготовим смузи. Я думаю, что мы все любим апельсины, да, и поэтому самый простой смузи, который, с одной стороны, будет хорошим десертом, с другой стороны, такой витаминной бомбой, с третьей, в третьих, это будет очень вкусно, я надеюсь, и полезно, потому что там не будет сахара, да. Потому что любые десерты, это всегда предполагает наличие сахара, который, может быть, нам не хотелось бы им злоупотреблять. Поэтому, Наталья, у нас апельсины и бананы. Все. Смузи готовится всегда, у нас есть основа, то есть основные продукты, и у нас есть та жидкость, на которой, в общем-то, мы будем также которую использовать. В данном случае мы будем использовать воду с вами. Смузи вообще может быть полноценной едой, и Наталья уже давно пользуется у нас артмиксом, да, артмикс искусства смешивать. Наталья, расскажи, пожалуйста, любишь ли ты артмикс и за что? Конечно, за что, да, за все, то, что он все быстро делает, все получается воздушно. Здесь тоже такая вся воздушная, да, и можно очень много делать, и варить, и смешивать, и, ну, конечно, я люблю, я вообще люблю всякие гаджеты на кухне и дома. Я их все использую полноценно, у меня ничего не стоит просто. Ну, вот смотрите, друзья, блендеров сегодня достаточно много. Смузи – это такой популярный сегодня рецепт, да, смузи – это, может быть, полноценной едой. И, соответственно, мы можем добавить туда и овсяные хлопья, и клетчатку, если хотим усилить, да, эффект, и различные семена и так далее. Кроме этого, можем добавить разные ингредиенты, в принципе, что тоже позволяет иметь достаточно широкий диапазон витаминов, минералов и так далее, то, что делает смузи полезной едой. Но в чем преимущество конкретно блендер-рецептор, Наталья? Можешь рассказать? Вот ты на вторую программу включила, что это значит? Это смешивание продуктов мягких, то есть можно смузи делать. Хорошо, включаем. И расскажи вот сейчас, что происходит. То есть у нас не происходит смешивания в данный момент? И у нас происходит вакуамирование, то есть выходит лишний воздух, тем самым продукты не окисляются, сохраняются все витамины, и клоэлементы и так далее. Все верно. И оно в дальнейшем дает легкость присовершивания. Конечно. То есть, во-первых, воздух разряжается, соответственно. В разряженном воздухе у нас гораздо легче все это перемешивается, становится более нежной структурой, да, соответственно. Поэтому это важно, потому что мы экономим с вами, ну, скажем так, усилия нашего блендера. Кроме этого, у нас шесть японских ножей, да, у нас специальная система 3D-смешивания, то есть конструкция самой чаши. Маталья, можете показать? Вот у нас две чаши для приготовления холодного блюда и горячих. Конструкция чаши одинаковая, да, вот вы видите, какая она, да, то есть шесть японских ножей и чаша из нержавеющей стали, да. И все очень удобно. И вот эти ножи расположены под разный угол, и это позволяет нам смешивать гораздо быстрее, при этом гораздо более нежной консистенции мы получаем. То есть, как минимум в 50 раз лучше, быстрее, нежнее, как будто у нас получится. Ну и кроме этого, это же очень важно, потому что это программа автоматическая. То есть, мы с вами поставили нас в нашей фактуре уже сегодня больше 30 лет, да, 35 лет. Смотрите, у меня сейчас начинает уже появляться парк, то есть начинает работать клапан. Сейчас поднимемся, я могу поменьше, чтобы у меня резко это все не произошло. Так, так, и вот эти роботы на нашей группе позволяют здесь время, и у нас самостоятельно, но от них все это вообще эволюция в области кулинарии от центра, потому что это полностью, да, автоматический процесс, полностью автоматический процесс. То есть, у нас есть 3 минуты свободного умения, и мы можем заняться чем-то другие. Да, все, здравствуйте, друзья, мы готовим смузи из двух ингредиентов, из трех бананы, апельсины и мадану, все. 6 секунд осталось. Всегда очень приятно работать, знаете, с умными гаджетами, тем более с такими роботами, да, Наталья? Покажите нам, пожалуйста, как у нас все получилось. Да, наверное, для того, чтобы мы напились. Посмотрите, какая воздушная, нежная структура у нас получилась. Цвет такой красивый. Да. Ну и мы сейчас попробуем, рекомендую двум Натальям попробовать смузи. Вот, можете налить стаканчики, да. Друзья, за процессом приготовления можно готовить, следить по термоконтролеру. Вот, в данном случае идет процесс нагревания, да, идет, вот, посмотрите, стрелочка двигается. Клапан еще у нас не поднялся. Так, Наталья, давайте попробуем. Расскажите, что у нас. Вы сейчас попробуете смузи и потом начнете работать. Воздушный, вообще не чувствуется из никаких мелких частиц, легкий. Хочется пить и наслаждаться. Наслаждаться, наслаждаться, да. Как вам по вкусу? Потому что полезное, всегда понятно, да, витамин, все это хорошо. Но хочется, чтобы это еще и было вкусно, правда? Потому что считается, что правильное питание, это всегда невкусно. Как вам по вкусу? Очень вкусно, сладенько прям так. И сладко-такой, кислой, да, приятной. Рекомендую, рекомендую. Ну, вот, посмотрите, друзья, у меня клапан поднялся уже. Наташенька, налейте мне тогда, пожалуйста. Да, клапан поднялся. Я тоже попробую. Термоконтроллер двигается. Температура, которая у меня установлена, 140. И я могу в данном случае поставить таймер. Ну, вот, как вы думаете, целиком курица? Сколько минут должна готовиться? Ну, не меньше 30. Не меньше 30, да? Не меньше. Ну, давайте рискнем. Поставила на 20 минут. Значит, если вы готовите, у вас курица такая домашняя, суповая, да, то, может быть, 30 минут нужно приготовить. Ну, мне кажется, 20 будет достаточно. Посмотрим. Так, ну что, смузи, Елен, как тебе? Вкусно? Очень даже вкусненько. Ну, отлично. Значит, я бы, конечно, еще больше бы добавила чуть-чуть бананчика. Было бы послаще. Поменьше воды. Да, тогда поменьше воды, но в целом... Можно здесь по-разному поиграть, да? Если, допустим, дети у нас более сладкое любят, можно добавить больше бананов, да? Я, например, люблю более кислые. Я бы добавила, например, грейпфрут или лимон, да? Я бы лимончик. Лимончик, Наталья. Мы с тобой, потому что всегда так... Для меня вот очень сладко. Очень сладко. Ну что, кстати, коллеги мне напомнили про такой рецепт, как неженка. Я, честно говоря, никогда в жизни не пробовала такое пюре. Мы сегодня его попробуем приготовить. Значит, классический рецепт такого пюре готовится в посуде, потом все это измельчается. Но мы, как всегда, пойдем своим путем, да, адаптируем этот рецепт. Значит, что мы будем использовать? Значит, у нас яблоки. Мы их очистили от сердцевинки, но не убрали кожицу. Ну, посмотрели, кожица достаточно тоненькая. Значит, мы закладываем в чашу для горячего приготовления, потому что пюре готовится. Это блюдо, которому необходима термическая обработка. Поэтому мы закладываем яблоки, нальем буквально, ну, наверное, 100 грамм воды. Добавим немного сахара. Это такой десерт, знаете, сладкий. Так, ну, наверное, сколько там? Ложки 3 столовые сахара. А сколько? Меньше. Меньше, да? Ну, хорошо. Хорошо. Так, смотрите, стрелочка моя двигается, да, то есть вода у меня уже приближается к зеленому полю. Так, да, смотрите, все яблоки не помещаются. Поместятся. Поместятся, говорит Наталья. Ну, если больше ничего не будет. Да, в принципе, ставим. Мы поставим на функцию здоровая варка. Функция здоровая варка, она так и называется. Почему? Что за функция, Наталья, можешь мне рассказать? Ну, это функция, которая без смешивания, то есть она варит, и можно кусочками все получить. Верно, то есть не будет измельчения, да? Не будет измельчения. Смотрите, функция здоровая варка предполагает, само название предполагает, что мы готовим при температуре не превышающей 100 градусов, да, то есть, соответственно, мы, опять-таки, сохраняем большую часть питательной ценности. Наталья может установить время приготовления, да, но вот, кстати, знаете, цептор всегда дает больше. Вот в нашей версии минимально приготовление, сделайте минимальное, да, вот минимальное, мне просто сбоку не очень хорошо. Спасибо, я уже попробовала. 20 минут, да, в новой версии артмиксов до 5 минут можно уменьшить, до 5 минут. Мы поставим 20 минут, приготовим, да, включаем, поготовим, я думаю, не будем мы 20 минут готовить наши яблоки. Дальше, так как это пюре, да, мы его измельчим и добавим в сгущенку. Вот у нас будет такой рецепт десерта. Наталья, вы пробовали вообще такой десерт? Воды не надо было? Нет, я думаю, это как детское пюре у нас, которое, наверное, мы используем. Ну, это вот была неженка такая в баночках раньше, в советском Союзе, не помните, нет? Нет, не помню. Вот детское пюре именно яблочное, это неженка, она называлась. Ну, я сегодня очень люблю наши поисковики. То есть, на самом деле, я не ожидала, что можно задать просто рецепт неженка, и он выдает рецепт, понимаете? Поэтому классический рецепт неженки у нас будет сегодня приготовлен. То есть, мы сначала, ну, понятно, что в этом рецепте готовится немножко все не так, да? То есть, сначала кастрюлю варится, потом в блендере перемешивается, потом опять перемешивается, потом добавляется сгущенка и так далее. Мы сделаем немножко все проще, быстрее, ну, и, надеюсь, от этого не пострадает вкус нашего блюда. И, кстати, мы сегодня тоже адаптируем еще одно блюдо. Мы приготовим курицу в социли, как я вам сказала, да? Мы будем использовать ту курицу, которая сейчас у нас готовится в бульоне. И мы сделаем соус в социли. Вообще, курица в социли изначально, в социли это было название соуса. Поэтому, вот смотрите, друзья, я, видите, распечатала классический рецепт социли по-грузински. Вообще, если вы внимательно почитаете такие рецепты, мне кажется, что рецепты создавались с точки зрения того, что у женщин была некая медитация. Вот они в ступке это все толкли, да, аккуратно все это сделали, постепенно добавляли ингредиенты и так далее. То есть, если вы, у вас есть такая возможность медитировать на кухне, я думаю, что соус в социли идеальный вариант для такой медитации. Если вы точно такие же, как мы, занятые или ленивые, или еще какие-то, или то другое, да, то мы сегодня адаптируем немножко этот рецепт и приготовим его, ну, скажем так, в несколько раз быстрее. Я буду, Наталья, вами руководить. Значит, первое, ну, социли это соус, основой которой являются грецкие орехи, поэтому мы с вами сначала их подогреем, да, орехи хорошо раскрываются, когда они немножко подогреваются. Ну, Наталья мечтает о такой плите. Наталья, вы уже освоили ее? Нет? Еще пока нет. Давайте вы учите осваивать. Вот это включение. Нажимаем. Дальше выбираем вот эту позицию. Это нажимаем. И мы можем выставить необходимую температуру. Выставлять температуру. Если мы будем подсушить, то это 160, не больше. То есть, прогреется немножко сковорода. Но при этом, уже сейчас можно заложить орешки, да, закладываем орехи. Используем наши металлические аксессуары. Высыпаем, самое важное, что наше. Высыпайте просто. Высыпаем, да. И, вы знаете, орехи подсушивать очень просто на нашей посуде. Потому что, в принципе, как только вы почувствуете запах, этого, в общем-то, будет достаточно. Значит, что мы сделаем? Мы сначала прогреем наши орешки. У нас к тому времени уже прогреется посуда. Сковорода в данном случае. Вот мы используем хороший диаметр 28 сантиметров. После этого мы здесь запечем лук. То есть, запеченный лук, он тоже даст свой удивительный запах, да, нашему соусу. В классическом соусе лук обжаривается на растительном масле. Если мы хотим, мы можем добавить растительное масло для того, чтобы был, ну, скажем так, вкус, да, немножко другой соответственно. А можем и не добавлять, если мы считаем, что нам не нужно лишних жиров, да. Поэтому первое, что мы сделаем, мы сейчас прогреем наши грецкие орехи. Сначала они подсушиваются, дальше измельчаются в мясорубке. Как правило, ну, вот если мы про медитацию, в мясорубке нужно прокрутить это несколько раз, потому что соус социли должен быть нежной структуры, вот кремовой такой структуры. Ну, мы с вами не будем это делать, мы будем использовать наш арт-микс. Я надеюсь, что это гораздо быстрее все произойдет. Далее, лук, кстати, натирается на терке, да. Мы тоже не будем его натирать, у нас вот крупно нарезанный лук. То есть нам не нужно, ну, скажем так, если мы не хотим, да, медитировать, то нам этого не нужно. Так, ну что, друзья, и я хотела с вами переговорить, знаете, еще, вот пока наши хозяйки готовят, я хотела с вами переговорить по поводу опасностей, с которыми мы сегодня сталкиваемся в осенне-зимний период. Если мы говорим про межсезонье, да, вот сейчас мы готовимся с вами к осенне-зимнему периоду, то какие, как правило, ну, скажем так, способы входа в такой сезон у нас должны быть? Вот о чем мы должны сейчас особо позаботиться? Об иммунитете. Об иммунитете. Что такое иммунитет? Как так? Это защитная реакция организации. Верно. Иммунитет это наше все, да, в принципе, мы не можем защититься ни от вирусов, ни от бактерий, они везде летают, да, но если у нас крепкий, сильный иммунитет, то в норме он должен бороться со всеми этими проблемами. Каким образом нам можно повысить иммунитет, Наталья? С помощью приборов от первого цептора. Какие-то какие приборы, расскажите. Какие у нас? Вода, воздух, потом биотрон, очень важно, потом личный очиститель воздуха. Что у нас еще? Очки. Я тоже. То есть на самом деле цептор это комплексное решение, правда? Мы с вами знаем, что... У! Так, как всегда я не ощутила, но давайте я еще раз вам покажу, да? Полная дебокация использования нашей крышки. Смотрим, как команда. Да, да. Ничего, никаких проблем у нас нет на истории. Причем, знаете, у меня было на самой маленькой температуре стояло. Так. То, что касается комплексного подхода, понятно, что мы правильно должны питаться. Мы должны пить чистую воду, мы должны дышать чистым воздухом. Но я сегодня хотела бы рассказать вам о системе светотерапии. Что нам дает светотерапия? Какие приборы вы знаете по светотерапии? Биоптрон. Биоптрон. Друзья, сегодня я уже писала, да, что сегодня во всех представительствах нашего филиала вы можете пройти сеансы светотерапии. Сеансы светотерапии, которые укрепляют иммунитет, да, для укрепления иммунитета. Но я сегодня, Наталья, пришла, рассказала о своей проблеме. Наталья, можно расскажу? Можно. Давайте я на Наталью переведу. Пусть она вам расскажет. Говори, Наталья. Что говори? Изольда мне дала рецепт почитать, а я говорю, а у меня зрение портится. Я отодвинула вот так вот кисточек. То есть на самом деле у Натальи идеальное зрение когда-то было, да? Ну я считаю, что она у меня тоже сейчас идеальна, просто почему-то у меня ничего сливается. То есть, ну, есть... У нее нагрузка большая. Большая нагрузка на глаза. Что-то у меня еще готовится. Ну, под... Что-то еще готовится. Поэтому, когда свет недостаточный, у меня начинают проблемы с чтением. Давайте я посмотрю, что у меня с курицей. Клево. Так, ну, во-первых, я могу ее выложить. Вообще, мне нравится. Наразил-то. Что курицу... Ой, я все на Наталью, да? На Наталью. Так, давайте посмотрим. Заглянем в нашу кастрюлю. Ну вот, смотрите. Достаем курицу. Ага, Наталья, смотри, у меня в башке. Ага. Так, все, ставим. И вот у меня бульон для нашего супа готов. То, что касается курицы, мы ее разберем. Это будет основа. То есть нам нужно будет разделить курицу, отделить, вернее, курицу, как это, кости от мякоти. Сейчас я попробую это сделать. Так. Наталья, что у нас тут? Ну, надо помешивать, наверное. Помешивать. Можно помешивать. Посмотрите. А я проверю, готова ли у меня курица. Так. Чуть-чуть подрумянивается. Ну, в общем-то, если они подрумяниваются, то, я думаю, этого уже вполне достаточно. Давайте тогда заложим в луку, да, и будем его подпекать. Или попозже. Да. Мы можем подпекать луку. Давайте. Ой-ой-ой. Посмотрите, курица в принципе, мне кажется, что готова. Как вы думаете, Каталья? Готова. Мне кажется, что она готова, потому что от гостей она уже отходит. Посмотрите. Давайте я ее покажу вам. Немножко ее препарирую, да? Ну, вот, видно. И она, кстати, еще все равно, мы ее будем немножко еще протушивать в соусе. Ой-ой-ой-ой. Ой, вы неправильно сделали орешки. Надо было достать. Достаем орешки. Ну вот, друзья, просмотрела не только бульон, но и здесь приготовление. Значит, смотрите. Ну, на самом деле, мы ничего не говорим. Я сейчас быстренько вам помогу, Наталья. Так. Отлично. Отлично. Я думаю, мы увеличим. Поставим на 180. Так. Ну, не страшно, если там затерялся. Так. Смотрите, на здоровой варке у нас варятся яблоки. Я считаю, что, блин, вот посмотрите, у нас там чуть-чуть подкипает водичка. В общем-то, я думаю, можно, Наталья, отключить здоровую варку. И теперь на перемешивание, да, мы перемешаем, ну, пюрируем на наше пюре. Давайте. Так. В любой момент можно прекратить. Дальше мы... Да, мы же можем просто на ручном режиме. Можно просто на ручном режиме, да, вот перемешивание, да? То есть, да, я думаю, пятой можно и на седьмой, и не раз. Нет разницы. Я думаю, достаточно много. Да, смотрите, меньше 30 секунд, 15 секунд, и манта всего пюрировалась. Теперь мы добавим сгущенку. Очень удобно. Во-первых, мы могли не прекращать, да? То есть, мы могли сверху заводить, но, если удобно, можно снять все это. Давайте, посмотрим наше ручное. Посмотрите, какой симпатичный стал. Так. Ну, друзья, жалко, что вы не чувствуете запаха. Нашего ручного. Что, сколько сгущенки? Сколько не жалко? А, сгущенку всю. Всю? Всю сгущенку? Да, да. Ну, по лице все так. Да, поэтому давайте мы покажем это все. Посмотрите, в принципе, я хочу, друзья, показать вам, как пюрировались яблочки. Посмотрите. В общем-то, яблоки уже пюрированы полностью. Отлично. Так. Добавляем сгущенку и буквально на 30 секунд опять просто перемешиваем. Я отключу пока, чтобы не осталось все-таки. Так, вот наш ручок подтекся уже. Ну, что, друзья, как считаете, добавим масло или не хотим лишнего жира? Не надо. Не надо. Хорошо. Включаем. Так. Можно, но я бы сделала уже не на смешивании. Я бы сделала, да, на функции смузи, да, там, где вакуумирование у нас. Это когда горячее. А, ну не страшно. Давайте тогда на перемешивание. Да. Угу. Давайте на перемешивание. Так. Пять, шесть, семь, восемь. Отключаем. Десять секунд. Отключаем же. Лен, подай мне, пожалуйста, оборот вот так. Угу. И давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Наталья, наливай. Посмотрите, какое у нас пюре получилось. Ну и самое... Посмотрите, какая-то злотанная, да? Так, ну-ка. Лизчики. Как будто кислородные. Кислород. Вы знаете, я считаю, что это очень вкусно. Очень вкусно. Мы сейчас все будем пробовать. Ну что? Завершаю. Да. Ну, я уже все выключила, не страшно. Так. Мы будем дальше делать соус с ациви. Для этого, Наталья, нам нужно будет освободить, да, горячую чашу для приготовления горячих блюд. Мы сейчас выложим наш десерт. Ну, согласись, что нет лишнего сахара. Кстати, вот сейчас мы вам продемонстрируем любимую функцию наших... Ну, посмотрите, вот, посмотрите на нее. Хозяин-барин. Наталья, только вы остались без пробы. Я вам рекомендую тоже попробовать. Держите, ложечка чистая. Да, это я и... Так. Ну, вы совсем по-скромному набрали. По-скромному, да? Я думаю, что вы не удерживаете. Не сладкое. Это очень вкусно. Пробуйте. Просто изумительно. Ну, правда же? Да. Очень вкусно. Вот это сочетание яблок, да, и обмолочного продукта очень интересно. Ну, я хочу честно сказать, я впервые пробую такой десерт. Я и в советские времена не пробовала. И, кстати, знаете, что самое интересное, что этот десерт не будет у вас расслаиваться. Да? То есть мы уже это не раз проходили. Наталья показывает функцию самоочищения. То есть это последняя автоматическая функция. И вот, пожалуйста, ну, все чешение. Отлично. Так. Друзья, ну, у меня здесь уже давно отключилась цвета. Да? Я вам покажу, что у меня с супом. Посмотрите, сколько здесь конденсаторов. Несмотря на то, что мы готовили без воды, да? Давайте закрянем нашу пастельку. Перемешаем. Посмотрите, здесь все в воды достаточно. То есть вот этой влаги, да, горячего влажного воздуха достаточно, чтобы наши макароны, изделия, посмотрите, приготовились. То есть и в чем преимущество приготовления супов без воды? Наталья, вот как вы считаете, вы первый раз видите, как мы готовим суп без воды, да? Вот в чем преимущество, как думаете? Ну, что сохранятся все вкусовые и вот качество этих продуктов. Ну, вот посмотрите, да? И цвета, цвета. Свет не изменился. Структура. Картошечка, посмотрите, какая красивая, ровненькая, да? Да, ровненькая. То есть это говорит о чем? Что вот эти свойства, да, мы называем органолептические или клетчатка сохранилась. То есть структурные соединения, видите? Минеральные соли, все сохранилось, потому что цвет сохраняется, правда? Да, и цвет и все сохраняется. Мне больше нравится готовить супы таким способом, потому что не надо стоять и сливать пену, которая появляется и появляется всегда во время приготовления. Да, поэтому мы с вами используем бульон, то есть нам бульон понадобится для приготовления соуса с ациви, поэтому я частично бульон оставлю, а частично заливаю в суп. Вот такой у нас будет супик, мы его доведем до кипения и наш суп будет готов. Вот и все. То есть не надо стоять над плитой, да, снимать пенку, абсолютно правильно Лена говорит, то есть это все нам упрощает жизнь. Вот такой красивенький, вкусный. Ну, сейчас мы его буквально доведем до кипения, выключим. Если, кстати, ну вот на индукционной плите вы готовите, то я вам рекомендую, чтобы немножко прогрелось все это. Мы знаем о том, что индукционная плита не нагревает посуду, да, так сильно, как, например, газовая плита и так далее. Поэтому, естественно, здесь немножко можно подогреть. То есть мы, я могу уменьшить температуру, поставить ее минимальную на 140, допустим, поставить таймер минут 5 для того, чтобы это все прогрелось. Добавим специи, немного соли, и наш суп будет готов. Все. Ну что, а мы переходим к нашему соусу сациви. Соусу сациви, так, я накрываю крышечкой. И давайте вернемся к нашему классическому соусу. То есть мы с вами прогрели лук, прогрели орешки. Спасибо огромное, да. То есть мы, соответственно, сейчас это все должны блендировать, измельчить, да. Мы не будем использовать мясорубку. У нас вообще Артмик заменяет очень много кухонных агрегатов, да, в частности, например, тоже мясорубку. Значит, Наталья, закладываем туда, у нас будут лук, орехи, да. Добавим немного бульона, и, смотрите, бульон мы добавляем по мере необходимости. То есть у нас соус должен быть такой, как сметана, да, или как кефир, может быть, вот такой консистенции. Туда мы сразу, причем нам не нужна скупка, мы добавим несколько горошинок. Что это называется? Черный перец. Черного перца. Мы добавим 4 перца. Да, 4 перца. Ну, буквально 4-6. Орехи выкладываем все. Хмели-сунели, где-то около столовая ложка и 3 чайных ложки. В этот соус добавляется все-таки масло, поэтому где-то тоже столовая ложка растительного масла или, ну, или несколько, ложки 3, наверное, чайных растительного масла. Так, добавим куриный бульон. Так, а куриный бульон немножко? Ну, я думаю, пару половников точно. Можно добавить туда острый красный перец, по желанию, да, это уже по вашему желанию. Мы добавим немного, где-то пол чайной ложки соли. Да, мы добавляем, Наталья, спасибо огромное, чеснок. Нет, кинзу мы добавим потом, мы не будем, потому что у нас это будет использоваться термическая обработка, да. Значит, поэтому мы ставим, ну, я думаю, Наталья, на нашу любимую. Мне кажется, жидкости маловато. Да, Наталья, давай еще пару половников точно. Или можешь, смотрите, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Ничего не бьется у нас? Нет, ушко. Смотрите, да, чтобы... Ну, мы можем попробовать, если нужно, снова добавить. Аккуратно, перейдем. Давайте, вылечим. Так, мы на функцию супы? Да, можно на нашу любимую функцию суп. Суп-пюре, да? 18 минут. Хорошо. Так, ну, давайте последим пока за... А, и еще, знаете, что? По рецепту туда добавляется еще гранатовый сок, но мы добавим гранат. Потом или сейчас? Мы можем сразу, потому что нам же надо, чтобы он тоже измельчился. Вот, кстати, Лен, там видно вот тут, в коле? Мы покажем, что мы можем не отключать, а добавить, да? Прям весь? Ну, я бы весь добавила, потому что, ну, такой рецепт хочется, чтобы он был... Соус, чтобы он был насыщенный и вкусный, да? А я думала, сверху украшать будем гранат. Ну, оставьте несколько штук. Согласна. Оставьте несколько штук. Грузинские, все армянские. Да, 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 давайте. Украшают. Да, они его очень любят, да, очень, сюда. Так. Пахнет. Существует. А мы с вами... Зубно используем колебельный нож. Да, я его тоже очень люблю. Я буду выкладывать, наверное, в эту же посуду. Вы знаете, мы, наверное, привыкли к маленьким ножам. Ну, как-то в руке хорошо как-то помещается и... Отделяем косточки. Ты можешь вот за этим экраном тоже посвидеть. Вообще, блюдо это подается холодным. Надо, чтобы это все остыло. Курицу по рецепту я посмотрела. То есть, ее вот таким образом разделывают. Соответственно, накрывают посуду, накрывают это все для того, чтобы курица дошла. Да, поэтому, в общем-то, ну, у нас, как всегда, не хватает времени. Мы с вами заложим это сюда все. Потом это в соусе мы с вами немножечко подогреем. Да, то есть совершенно немного, недолго. И после этого должно все еще и охладиться. Ну, мы, наверное, как всегда, не будем ждать охлаждения. Поэтому... Вот, ну, я, по крайней мере, прочитала, что именно это блюдо подается холодным. Кстати, знаете, я очень люблю нашу посуду за то, что ее еще и мыть не надо так часто, правда? То есть, вот, посмотрите, мы в этой сковороде с вами сначала прогрели орехи, потом прожарили лук, да? Теперь мы сюда заложим мясо и все это, опять-таки, используем, при этом лишний раз не мою посуду, да? То есть, это тоже одно из преимуществ, мне кажется. Ну, для меня, по крайней мере, достаточно веское преимущество. Ну, друзья, давайте вернемся с вами, наверное, к иммунитету и по поводу того, как мы можем использовать биотрон. Так вот, возвращаясь к проблеме Натальи, да? Ну, и я думаю, что это не только проблема Натальи. И мы после летнего сезона, сегодня все испытываем недостаток нашей энергии, в частности, потому что, ну, во многих случаях у нас увеличилась нагрузка, правда? То есть, те родители, у которых дети, естественно, началась школа, да? Соответственно, это повышает, как бы наши дети не учились, это повышает определенный уровень стресса, да? И не зря говорят о том, что стресс убил больше людей, чем коронавирус. Ну, прям коронавирусом мы так говорили. Но на самом деле стресс является основой любого заболевания. То есть, стресс забирает нашу энергию, к сожалению, да? Соответственно, падает иммунитет, да? И наш организм очень мудро устроен. То есть, если ему не хватает энергии, то, соответственно, он может, ну, скажем так, забирать эту энергию, и мы можем чувствовать, ну, скажем так, недомогание абсолютно в разных местах, да? То есть, о чем я говорю? Ну, например, одинаковая ситуация стресса у всех, да? Например, все дети пошли в школу, например, понятно, что мы должны больше об этом заботиться, мы должны контролировать наших детей. Но у кого-то, возможно, начнутся проблемы, ну, например, в суставах, да? А у кого-то начнёт падать зрение, правильно? Что в данных случаях мы можем посоветовать людям для того, чтобы у них не было вот таких проблем? Что мы можем делать? Наталья, ты давно используешь биоптрон, расскажи нам. Как ты используешь биоптрон для того, чтобы не быть, ну, чтобы не было проблем со зрением, например, да? Ну, вот со зрением, я не знаю, я хотела бы, чтобы вы мне рассказали. Ага, вот так. Обычно я простудных заболеваний использую. Как ты используешь для профилактики простудных заболеваний? Ну, у меня есть большой биоптрон, который без световых фильтров, а есть маленький, который со светом. Так. Вот. Бывает, что просто по 10 минут каждый день я обычным без света, светотерапии делаю. А точечно цветом я уже там вечером делаю. Вот. Там на нос, на горло, на солнечное сплетение тоже. Все это освещает. Вот по программе. Там есть такая программа, книжечка. Открываю ее и смотрю, поскольку надо светить. Прозрение там ничего не вычитала? Прозрение не вычитала, потому что эта проблема как бы у меня вот только-только началась. И потому что была действительно вот эти полгода у меня, ну, может, не полгода, не меньше. Очень большая нагрузка не только на работе, но и вообще по жизни. Поэтому я же стала ощущать проблему. Проблему. Вот что, когда мне Изона расскажет. Как я могу использовать? Отлично. Сейчас я все вам расскажу, друзья. На самом деле биоптрон – это возможность помочь себе колоссаренно. Особенно после того, как был напряженный период жизни. Вот то, о чем ты говоришь, да, Наталья? Потому что организм истратил достаточно много энергии. Иммунитет, соответственно, падает. Да? И рвется там, где тонко. То есть, на самом деле, проблемы у нас у всех разные. Еще раз повторюсь, значит, у тебя в данном случае тонко как раз-таки глаза. Тем более, что и нагрузка, да, у тебя в большей степени на глаза происходит. Правда, Витя? Ну да, на работе, да. Конечно, потому что работа, да, связывалась. Это верно. И это еще при том, что ты сидишь в пулереновых очках. Да. Да. Ну, друзья, на самом деле, все очень просто. А что у нас там? Как это делается? Ну, не знаю даже. Может быть, уже и все. Давайте посмотрим. Мы можем обеды, ну, не отключать. Мы можем что сделать? Паузу. Мы можем сделать. Можем сделать паузу, да. Можем сделать паузу, друзья. Такая опция тоже есть. И это тоже очень удобно. Если мы снимем, программа слетит. Мы можем попробовать, во-первых, да, вот на этом этапе. Мы можем попробовать, ну, достаточно ли там соли, например, да, ложку. Я не знаю, ложку туда не пролитет. Маленькую надо. Ага. Длинную. И на длинную. Ну, тогда снимайте. Длинной, узкой ложечки. Пролитет ли? У меня нет. Есть маленькая. Пролазит. Вот, если хотите. Нет, вот это пролазит. Ну, так он чистый надо. Это я не знаю. Ага. Ну, давайте. Значит, смотрите, попробуйте. То есть, во-первых, нам нужно понять структура соуса, какая она получилась, да? Наталья, вот можете вот сюда налить, и мы тогда увидим, да? Ну, как бы капнуть, неважно. И мы сможем увидеть, какова структура этого соуса. Ну, друзья, в принципе, неплохая, но я добавила все-таки, да, бульона. И он у нас есть. И попробуем на вкус. Что? Я бы добавила и специи, и соли. Вот. Добавляем. Какие специи хотите? Что-нибудь вот, чтобы выраженное такое-то. Смотрите. Во-первых, мы не добавили еще винный уксус. Винный уксус мы добавляем в конце, да? Во-вторых, соль всегда является сильным, ну, скажем так, усилителем вкуса, да? Поэтому мы добавляем соль. Мы можем добавить, смотрите, у меня какая есть специя тоже для этого блюда. Шафран, да? То есть добавим шафран. При этом я бы хотела его тоже частично оставить, чтобы он у нас... Частично не оставишь. А может, чуть-чуть надо? Да, его тут как раз чуть-чуть, смотрите, вот сколько здесь, друзья. На желтый он будет. Вот он, видите, капелька буквально. Поэтому мы все туда добавляем. Прямо все, да? Да, я думаю, да. Наталья, добавляем... Бельончик или уксус? Уксуса буквально столовая ложка. Бульон добавляем. Надо все-таки снять, вам будет удобнее. Давайте, снимаем чашу. Добавляем бульон. Так. Что есть? Да, я думаю, хватит. Можно, мы еще чуть-чуть будем прогревать, поэтому он чуть-чуть еще уплотнится. Отлично. Так. Теперь мы добавляем... Шафран добавили? Да. Ага. И добавляем столовую ложку винного уксуса. Все замерли. Так. Отлично. Добавляем. Ставим буквально, у нас осталось минуты две, я думаю, проготовить его. И у нас заканчивается время. А можно его просто перемешать немножко и залить нашу курицу. А он, почему? Он не светел. Ну, отлично. Ну, все, этого достаточно. Все? Да. Заливаем нашу курицу. Ой, тебе пока вкусно. Вы чувствуете? Ну, уксус добавим. Заливаем курицу. Наталья, ставим на среднюю температуру. Прям-прям-прям-прям. Проливаем. Да. Супер. Все? Достаточно. Да. И включаем на среднюю температуру. 160. Температура. Угу. Так. 160. Отлично. И буквально две-три минутки нам нужно будет это все прогреть. Ну что, друзья? Вот такой у нас мастер-класс получился. Ну что, я, наверное, за рамками эфира Наталье расскажу, как ей помочь своему зрению. Как укрепить иммунитет и каким образом мы можем позволить нашему организму не болеть, чувствовать себя лучше. Ну и расскажем вам все, продегустируем, все обязательно вам расскажем. Поэтому спасибо большое нашим Натальям за участие в нашем мастер-классе. Друзья, спасибо всем, кто присоединился. И спасибо нашему оператору. И до новых встреч. Да. И до новых встреч.